Привет, друзья, с вами Вайми, и это снова Криптовзанекродансер. Я давно не играл, так что я не помню, как играть, и у меня будут проблемы с ритмом, но хрен с ним, вторая зона. В прошлый раз я довольно неплохо побегал в второй зоне, и я научился убивать большую часть врагов, которые здесь есть, и это приятно. Кольцо войны, что оно делает? Удваивает урон? Похоже, что оно удваивает урон, но с другой стороны, кольцо мощи тоже удваивает урон. Ну, кольцо силы, кольцо чего оно там? А, оно еще и нокбэк добавляет, судя по тому, что я нокбэкнул этого парня и этого парня. Это была плохая идея, это была тоже плохая идея. Ну ладно, первый ран не считается. А, это огромный гриб, который меня убил, я не заметил вообще, что он там был. Ладно, выстрелили старт, а у мазов у меня нет. Хрен с ним. Окей, это была плохая идея. Это тоже была плохая идея. Можно бить три раза. Я видел склявый магазин, я туда пойду потом. Но сначала я хочу немножко денег набрать. И также вот этот золотой сундук мне не помешает. Яблоко. Восстанавливает, я не помню, один хит-поинт. По-моему, один. Хрен с ним, я его сразу съем. Окей. У-у-у, черт. Дракон. Я, скорее всего, труп. Тут, скорее всего, секретка. Внизу я вижу, что секретка нет. Надо же, здесь нету. Внизу секретка с грибом. Плохая секретка. Я очень сомневаюсь, что я сейчас смогу убить дракона. Ну, попробуем. Такой вот паттерн. Который сбился. Окей. И я все-таки убил дракона. Вау. Я знаю паттерн, но он у меня не так часто получается. Потому что это сложный паттерн. Рапиру я возьму. И факел я возьму. Кольцо я не возьму, потому что мне не хватит на него денег. И это кольцо харизмы, которое позволяет мне покупать предметы дешевле. Что мне сейчас не очень интересно. Рапира позволяет мне бить с двух клеток. И позволяет она мне бить больно с двух клеток. То есть, когда я в двух клетках от противника, то я наношу ему дополнительный урон. Но меня это при этом двигает к этому противнику, что не всегда хорошо. В некоторых ситуациях это очень даже плохо. Оу. Почему я не успел отпрыгнуть? Он еще не должен был атаковать. Ладно. Я могу куда-то потратить. Я не думаю, что я могу куда-то потратить два алмаза. Но игра говорит, что я могу. Хм, кольцо сзади на алмаз какое-то. Кольцо маны. Более быстрая перезарядка спеов, я подозреваю. Звучит водично. Но не знаю, что я знаю об этой игре. Ничего. Нет, на самом деле пару вещей я знаю. Например, то, что вот так вот терять множитель это не очень хорошая идея. Но на самом деле терять множитель это более хорошая идея, чем терять жизнь. Я хочу узнать, что это за монокль. Что он делает. Точнее, я, по-моему, знаю, что он делает. Но я не помню, что он делает. Да, он показывает мне, что в каких сундуках и в стенах. А, ну, это может быть полезно. От бродсорда я не откажусь. От кольца, которое внизу, я, наверное, тоже не откажусь. Хотя я не уверен, что это за кольцо. Окей. Фатил всегда пригодится. Это как раз вот это кольцо маны, или это какое-то другое кольцо, и просто оно выглядит похоже. Кольцо маны. Я подозреваю, что оно уменьшает стоимость спелов. Но я, естественно, не знаю этого, потому что... Ну, как бы по названию похоже, что оно уменьшает стоимость спелов. Окей. Я теперь знаю, как разбираться с этими грязевыми монстрами. Нужно к ним подойти, отойти и ударить сразу же. Снова дракон. Бродсорд, по-моему, более-менее неплохо работает против дракона, потому что можно по диагонали его избивать вот так вот. Нет, не так. Вот так примерно. Только если после этого... Если бы там была еще одна клетка прохода, две клетки с шириной, то да. А так нет. Окей. За четыре я что-то могу купить. Не здесь. То есть, видимо, еще одно какое-то кольцо за четыре. Или вообще что-то другое. Еще одно кольцо за один. Ринг оф фейзинг. По-моему, я его видел на хардкорном... В хардкорном режиме. И, по-моему, я его даже видел в одном из видео. В хардкорном режиме, но в первом видео. Я только там был в хардкорном режиме. В общем, это то кольцо, которое позволяет мне ходить сквозь стены. Что на самом деле не настолько полезно, как кажется. Сундук что-то мне дашь. Бродсорт. Бродсорт относительно неплох. Я бы предпочел что-нибудь другое. Конкретно я бы предпочел копье. Или еще что-нибудь. Не знаю. Это лонгсорт. Он, конечно, тоже неплох. Но я не хочу на него тратить столько денег. Я хочу купить вот это. Это карта, по-моему. Нет, это корона... В общем, терновый венец, или как это называется. Оно выглядело как карта. Поэтому я подумал, что это карта. Я бы предположил, что я теперь отражаю урон. То есть, когда меня бьют, тот, кто меня бьет, тоже получает урон. Но, учитывая, что я ничего не знаю об этой игре, я вполне могу ошибаться. Я бы мог проверить это на грибах, например, но... Я не думаю, что это хорошая идея. О, я не хотел его бить. Ну, я потом хотел его бить, но сначала я хотел сдвинуться просто, а не ударить его. Ну, что поделать. Окей, тут секретка, в которую отсюда нельзя попасть. Тут куча скелетов, которых легко убить. Окей, я могу ходить сквозь стены. Это мне не помогает в том плане, что если я хожу сквозь стены... Три удара, отойти. В общем, я не могу выйти сквозь стену в ту клетку, где кто-то стоит. И так же я могу выйти в ту клетку, где меня сразу же убьют. Ну, что поделать. Я все еще понятия не имею, что делать этот барабан. Я подозреваю, что он позволяет мне стоять на месте и пропускать ходы. И не терять множитель. Но, возможно, у него есть какой-то другой эффект. Но меня, честно говоря, не настолько волнует множитель, чтобы... Чтобы этим заморачиваться. Черт, я не могу теперь выкапывать стены, когда это полезно. Когда это нужно. Печаль. О, это был фахлой идеей. А я ведь... Да, я убил босса. О чем я? Я только что убил босса. Успею ли я купить вангсорт? Да. Окей, вангсорт бьет на две клетки вперед. И он дамажит... То, что стоит на обоих этих клетках, если там на обоих по врагу. Может быть, хорошая идея. Может быть, не очень хорошая идея. Окей. Обсидиановая рапира, это, конечно, хорошо. Но я возьму себе вот эти вот спаги, которые позволяют мне летать. Видимо, я теперь не активирую ловушки, не замедляюсь водой и все тому подобное. Не уверен. Окей, это было не очень хорошо, но что поделать? Я зря его в ту сторону, конечно, отправил, но... Опять же, что поделать? Обсидиановая рапира, это на самом деле не настолько хорошо, потому что мне она не сильно поможет. Потому что... У меня проблемы с множителем, обычно. Окей, восстановление... А, давай вправо. Восстановление жизни неплохое. Кольцо удачи. Я понятия не имею, что оно делает, надо будет погуглить. Я, по-моему, еще в прошлый раз хотел погуглить, но я забыл погуглить. Так что я все еще не знаю, что делают все эти предметы. Которые я до этого не знал, что делают. Окей. У-у-у-у, у золотого скелета не пробивается щит. Интересная инфа. Ладно. Что-нибудь еще интересное? Фаербулл. По-моему, фаербулл стреляет направленно вправо и влево. То есть только вправо и влево. Им нельзя задамажить то, что стоит там сверху от меня или что-нибудь подобное. Но могу ошибаться. Какой-то спелл стреляет вправо и влево. И, по-моему, это фаербулл, но я не уверен на 100%. Стоит ли мне покупать эту самую рапиру? Я думаю, нет. Тем более, я туда попасть не могу. Я смогу туда попасть, если я взорву стену? Хочу ли я туда попасть, это другой вопрос. И этот алтарь я определенно не хочу трогать, потому что он все сделает хуже. Он сделает все темным. Я не буду видеть разницу между противниками, которые имеют одинаковый... Ну, которые являются разными цветами одного противника. И все тому подобное. Окей, это третий уровень. Надо быть аккуратным. Надо быть очень аккуратным. Потому что я не хочу здесь умирать. Я хочу дойти до босса и посмотреть босса... Ууу, титановое копье, да. Посмотреть босса... Второй зоны. Потому что, по-моему, боссы на всю зону... Ну, боссы зоны, они всегда одинаковые, по-моему. О, это какой-то огромный маг, и он меня убьет с одного. Окей. Надо запомнить, что красные маги меня убивают с одного. Потому что у меня была почти полная жизнь. У меня была совсем полная жизнь, кроме одного поинта. Так что красные огромные маги — это то, с чем связываться не стоит. Я, скорее всего, могу что-нибудь купить в лобби. Я точно что-нибудь могу купить в лобби, потому что во втором магазине продается куча всяких фигней. За пять. Кольцо теней. Я понятия не имею, что оно делает, естественно. Но разберемся. Почему бы и нет магический факел? Еще более большой факел. Окей. Я не совсем правильно это сделал, но хрен с ним. Я совсем неправильно это сделал, в том плане, что потерял множитель. Окей, понятно, что делает кольцо теней. Я не очень хочу его использовать. Но я не могу от него отказаться. Хотя в какой-то мере хорошо, что есть такие вот кольца, которые... Ну и, в принципе, предметы, которые делают игру сложнее для меня. И не то, чтобы особенно хочу ими пользоваться. Но просто тот факт, что они есть, это достаточно интересно. Окей. Это все в лобушке. Примерно так все бы выглядело, если бы я активировал алтарь теней. Или как он там, который с огнем, в общем. С той лишь разницей, что сейчас я могу избавиться от кольца. То есть, если я его с себя сниму каким-то образом. То есть, найду другое кольцо. Или найду ту хрень, которая меняет меня эквиппинг на рандомный. То у меня это все пропадет. А если бы я алтарем тьму получил, то это навсегда абсолютно. Так что это вообще не очень хорошо. Окей. Я не знаю, что с ней делать. А, вот, что с ней делать. Окей. Какая-то огромная летучая мышь. У меня все еще кинжал. Это меня немножко не радует. Два. Два. Окей. Два, потому что я сначала к нему подошел. В один из тех ходов, когда я мог бы его бить. Окей, это прыгалка вниз направленная. Это все ловушки. Я не хочу к ним приближаться вообще. Но я бы хотел попасть в левую и нижнюю часть уровня. Но, видимо... Ну, хотя вот так вот можно прокопаться как-то. О, я зря к нему подошел. Магический факел, который абсолютно ничего не делает, потому что у меня кольцо теней. И меня убили. Я рад, что меня убили, потому что мне не нравится кольцо теней. Да, я потрачу все эти свои деньги. Еще какое-нибудь бесполезное кольцо, которое я не могу купить. Окей. Видимо, вместо факела что-то новое появилось. Да. Обсидиановая лопата за четыре. Так же, как и обсидиановое оружие, оно зависит от множителя... Множителя денег. Если он большой, то я могу копать более крутые вещи. То есть я могу копать, например, камень, если у меня там множитель больше одного, или что-нибудь типа того. Не знаю конкретных значений. Ау. Зачем я к нему подошел? Надо не забывать юзать спелы. Особенно, когда эти спелы это хил, который меня лечит. В прошлый раз я мог бы прожить, если бы я юзал спелы. Возможно. В прошлый раз, в смысле, в прошлой серии, а не конкретно в прошлый раз. Обсидиановая лопата. Ура. Можно копать. То есть вот сейчас она копает каменные блоки. Если я потеряю множитель, я подозреваю, что она перестанет копать каменные блоки. Ну, можно проверить. Да. Нехорошо. Что мне с ней делать? Я не понимаю. Наверное, я... А. Вот так? Да. Заставить ее пойти в стену. Вот что мне с ней делать. Понятно. Я не помню, что делает этот алтарь, который справа. Так что, наверное, я его поюзаю. Это, по-моему, первый раз, когда я поюзаю алтарь. Оу. Алтарь мира. Он возвращает у меня мой стартовый эквип. То есть отбирает у меня все, кроме... Ну, отбирает у меня все, дает мне вместо всего тинжал и обычную лопату. И он не отбирает бомбу одну, если она у меня есть. Если у меня две бомбы, то одну из них он отберет. Что-то в дракон. Нет, это не то, что ты делаешь. Я ненавижу драконов. Зачем я сюда вернулся? Хотя я не могу здесь ничего купить, так что я зря сюда вернулся. Я хочу сегодня пройти вторую зону. Нет, если я, конечно, ее там за 40 минут не пройду, то я забью. Но я хочу ее пройти. И ничто меня не остановит, кроме драконов. И прочие ереси. Яблоко сразу же... Упс, это не тот предмет, который я пытался использовать. Ненависть. Ну, к счастью, я сразу же нашел еще три бомбы, так что это... Не настолько страшная потеря. Четыре бомбы. Как много бомб на одном уровне. Факил, почему бы и нет. Кирка, хорошая идея. Особенно учитывая, сколько у меня бомб... Кирка может копать все блоки, но она их копает медленно. Ну, она может копать все копаемые блоки. То есть она все равно не может копать... Копать блоки магазина, например. Но я могу с двух ударов выкопать камень, например. В то время как хорошая лопата это сделала бы с одного раза. Я зря в эту сторону ударил. Ладно, не важно. Но зато там... У лопат там какая-то фигня есть, что вроде бы они копают в принципе разные блоки. То есть есть блоки, которые можно копать одной лопатой. Есть блоки, которые можно копать другой лопатой. И не всегда как бы лопата, которая лучше может копать те блоки, которые может копать... В общем, по-моему, есть какая-то там лопата, которая копает стены, которые вот около дракона там. Стены подземелья. Это один из блоков. Почему там оказался гриб? Я ненавижу драконов. В общем, есть какая-то лопата, которая может копать эти вот стены, но не может копать камни. По-моему, что-то такое есть. Не уверен на 100%. Окей, бродсорт. Лучше, чем ничего. Им можно убивать драконов более-менее эффективно. Им также можно убивать вот это вот все очень эффективно. С потерей множителя, но что поделать. Там вообще полностью огорожен кусок чего-то камнями. Или все-таки есть проход? Нет, полностью огорожен. Я хочу узнать, что там. У, какая-то бутылка. Зелья. Что оно делает? Я бы предположил, что оно оживляет меня после смерти. Одноразово или что-нибудь подобное. Это мое основное предположение. Окей. Окей. Меня радуют эти ловушки, которые заставляют врагов отпрыгивать назад. Окей. Сверху с летучей мышью разобраться. Не получая столько урона в идеале. Ладно, сейчас я узнаю, что есть у торговца. И возможно, этот урон не настолько вреден. Факел. Факел, да. Ну, да. Он, конечно, достает слегка, но по сути он как бродсхорд, только он шире, но дамажит всего одного противника. В общем, не уверен, что он очень полезен, но он полезен. То есть я могу делать вот так. По крайней мере, это весело. Возможно, это не настолько полезно, но весело. Что в этом сундуке? Еще три бомбы. Сойдет. Бомбы — это хорошо. И вот здесь вот какая-то секретка, в которой я еще не был. В которой еще один сундук, который будет мимиком. И в котором будет черный свиток. Я не знаю, что делает черный свиток. Я бы предположил, что стоит применять его около врагов. И тут есть еще одна секретка, до которой я не успею добежать. Успею добежать. Успею добежать и успею даже подобрать яркий факел. Как вовремя. Вперед и влево. Ага, враги боятся меня и убегают от меня. Это полезно, но это, скорее всего, очень быстро закончится. Ну, возможно, не очень быстро. Ладно. Стеклянный шмот мне не очень интересен. Хотя броню стоит купить. Просто потому что я могу. Эта возможность не получать урон от одной следующей атаки. Я, скорее всего, это просру на какую-нибудь совсем легкую атаку, от которой легко увернуться. Но что поделать. Окей. Кнут очень хорошо бьет из-за угла. Ну, подходи ближе к Олим, или кто он там. Сойдет. Ну, прям совсем очень хорошо бьет из-за угла. И против драконов он в этом плане тоже достаточно полезен, потому что можно... Можно не успевать убежать от дракона, конечно, но можно делать вот так. То есть отходить от него на большое расстояние и бить его вот так вот через несколько клеток. Ну, я хотя бы потерял свою броню на что-то... На что стоило терять броню. Конкретно на дракона. Я всегда рад потерять... Секлянную броню на дракона. Потому что иначе он бы меня, если бы не убил, то... Потратил бы большую часть моих хитпоинтов, потому что, насколько я помню, дракон бьет очень больно. Красный дракон своим эвазером. Секретка, в которой ничего нет. К чему бы это? Кольцо удачи. Я все еще понятия не имею, что оно делает. Нет. Окей, я успел. Стеклянное копье это, конечно, веселая штука, но нет. Вот эту броню я возьму. Псидиановая броня. Видимо, скейлятся от того же самого множителя. И я не знаю, что это. Господи прыжков. Я двигаюсь через одну клетку. Были у меня какие-нибудь ботинки? Потому что это... Нет, у меня не было, черт. И стеклянных ботинок не бывает, так что... Я не смогу их здесь купить. Это не очень хорошая идея, по-моему, эти ботинки. Потому что я всегда двигаюсь через одну клетку. Я не могу сдвинуться на одну клетку. Это в некоторых ситуациях, конечно, полезно. Но в некоторых ситуациях... Не во всех. В данном случае я вообще ничего не могу сделать. Окей. Почему ты не продаешь ботинки, парень? Я не могу даже этот ковчан взять. Не ковчан, а, естественно... Ага, вот так вот я могу его взять. А как я могу взять это кольцо? А, понятно. Кольцо золота. Видимо, я получаю больше золота. Звучит как адекватная идея, по крайней мере. Окей. Я рад, что я умер, потому что это меня немножко бесило уже. А, да, я пойду в лобби и потрачу свои 6 кристаллов на что-нибудь. Ну, шляп, почему бы и нет. В общем, не стоит брать эти ботинки. Они зеленые, они стоят один золотой. Их ни в коем случае нельзя брать, потому что оно напрягает. Упс. Я затупил. Вот это я бы все взял, но у меня сейчас не хватает денег, чтобы все это взять. Так что я возьму только лопату и... И все. И сейчас я убью одного врага и возьму факел после этого. И потом, возможно, я вернусь за мешком. Ну, то есть я могу уже сейчас вернуться за мешком, так что почему бы и нет. Окей. Шлем. Видимо, повышает мой дефенс, как и броня. По крайней мере, я бы предположил, что он это делает. Возможно, я ошибаюсь. Стоп, оно меня дамажит, когда они меня притягивают к себе? Не уверен. Если оно дамажит, то не стоит попадаться под это. Потому что я думал, что оно не дамажит, и специально под это попадал, чтобы просто... Он меня притягивает, и я его убиваю после этого. Но мне показалось, что сейчас оно меня задамажило. Ау. Ненависть. Так. Пока. Сойдет. Кожаная броня. Я зря подошел, но что поделать. Минотавр в качестве босса не очень приятен, потому что за ним теперь гоняться придется через весь уровень. Черт. Ну, к счастью, он об врагов тоже тормозит. Кожаная броня. Окей. Уровень кончается, так что... Я просто наберу еще немножко денег, насколько смогу. И свалю отсюда. Чуть раньше, чем он кончится. Я все еще не понимаю смысла этих кротов. Ну, то есть я подозреваю, что они как-то могут нанести мне урон, но, по-моему, они этого ни разу еще не делали. Кнут и кольчуга. Кольчуга — это та же самая броня, только больше дефенса. Я бы купил сыр, но мне не хватает у него денег. Сыр восстанавливает, по-моему, два сердца полностью. Или полтора. А, вверх и вправо. Хм, стоп. Заклинание восстанавливает половину сердца? Или мне не хватало двух полных? Окей. Нут очень хорош в таких вот ситуациях. Когда можно босса убивать издалека. К сожалению, он бьет только в сторону, но не вперед. Если бы он был вперед, он был бы совсем четвергским. Хм, грибы засчитываются в счетчик спела. Четыре. Три. Два. Ноль. Вверх и вправо. Я снова не обратил внимания, сколько я хитпоинтов себе установил. Ну, что поделать. Звая стена. Звая грязь. Да, вот так вот я могу его убить. Кольцо золота. Снова злая стена. И это весь уровень? По-моему, это весь уровень. Что там у торговца еще было? А, сыр. Торговца можно убить, кстати. Я об этом, по-моему, еще не говорил. Его нельзя атаковать напрямую. Его можно бомбами, скорее всего, сдамажить. Его может дракон, например, убить. И некоторые другие враги, скорее всего, тоже. И он что-то дропает при этом. Но я не помню, что. Ну, хрен с ним пока что. Окей, красных магов надо опасаться. Стеклянная рапира. К ней бы... Это самое? Как она там называется? Ножны? Чтоб два оружия иметь. Потому что она сломается когда-нибудь. И это будет нехорошо. Например, сейчас. И это действительно будет нехорошо. Ну, к счастью, во-первых, я могу вылечиться так. Во-вторых, я сейчас смогу вылечиться по-другому. Да, половина сердца всего лишь. В-третьих, у меня есть мой кнут. Стеклянный осколок, который дропается при уничтожении стеклянного оружия, он дамажит... Ну, он по всем параметрам является кинжалом. По сути, стартовым. Так что нет смысла его подбирать. Потому что мне не нужен стартовый кинжал. Стартовый кинжал это не очень хорошее оружие. Окей, где я еще не был? Наверное, внизу. Окей. Этого голема можно убить совсем без риска. Хотя его и так можно без риска убить, потому что он очень легкий. Это все тоже не проблема. Это немножко больше кристаллов. О, это взрывающийся грипп, точно. Рапира. Я, пожалуй, возьму кнут даже. Если бы это была какая-нибудь необычная рапира. Титановая, например. Или какая там еще бывает крутая рапира. Тогда, может быть. Обычная рапира нет. Окей. Упс. Я неправильно это сделал. Нахрен с ним. Я все равно его убил. А где магазин? Вот магазин. Окей. О, я еще не убил босса. Окей. Теперь быстро-быстро-быстро в магазин. Да, странные взрывающиеся грибы. Почему я их не замечаю? Да и да. Шлем я оставлю, пожалуй, себе свой. Я дошел до босса? Да, я дошел до босса. И он меня сейчас убьет. Хм. Молоток изменяется по виду, когда я в него стучу. Нет, видимо, кстати, все-таки босс не... Не стандартизирован на уровень, потому что... Эта фигня у меня была на первых уровнях. Оба раза, когда я доходил до босса. Ну, в первой зоне. Сейчас здесь, конечно, больше всякой ереси, которая меня пытается убить. И это неприятно. А, он телепортируется при попадании в него. Окей. Но все равно это тот же самый босс. Так что, возможно... Я знаю, что здесь несколько боссов. Окей, я подебил. Вернуться в лобби. То есть, если я вот сюда вот пройду, здесь можно... Повоевать с боссами. Это нужно было открыть в самом начале, но это было не так уж сложно. Кинг-Конга, Death Metal и Deep Blues. Окей, то есть, три босса, и на каждом уровне может быть один из трех. И они усложняются по мере перехода на следующий уровень. Понятно. Я пока что только встречал... Это самое. Конгу. Ну, что поделать. Я не знаю, что это надо мной. Я не знаю, что мне брать. В принципе, мне и на то, и на другое хватит. Из того, что я хотел брать. Ну и, в принципе, я открыл третью зону. Я в нее зайду и поиграю до первой смерти. И после этого видео закончено. Возможно, первая смерть наступит очень быстро. Стоп, почему я его смог атаковать с большего расстояния, чем я должен был его атаковать? По-моему, это создало лаву на земле или что-то подобное. О, это... Окей. Это первая смерть. Это оранжевый слайм, который не желтый слайм. Он не четыре... Не квадратом четыре прыгает, а по диагонали. Ну, что поделать. Ладно. В любом случае, я надеюсь, вам понравилось. Ну и... На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока.